Президентом и премьер-министром мунициплика Татарстана поставлена задача по безусловному обеспечению безопасности перевозок детей в школьные автобусы. Это связано как с технической исправностью транспортных средств, так и с их доступностью для мониторинга системы ГЛОНАСС. Аналогичные задачи Министерства образования ООК и Республики ставят перед муниципальными образованиями. В настоящее время в Республике Татарстан эксплуатируется 699 сертифицированных школьных автобусов. На каждый автобус составляется паспорт маршрута, который в свою очередь утверждается руководителем исполнительной комитеты муниципального образования и согласовывается с органами ГИБДД. Все школьные автобусы оборудованы трекерами, которые позволяют отследить маршрут движения и скорость. Информация обо всех маршрутах школьных автобусов внесена в Единую государственную информационную систему ГЛОНАСС-119. Министерство осуществляет ежедневный мониторинг доступности школьных автобусов и докладывает информацию о разрезе муниципальных образований. На 7 января текущего года Министерством проведено индивидуальное собеседование с каждым муниципальным районом по вопросу организации школьных перевозок. Произведено инвентаризация всех транспортных средств. Каждый муниципалитет ответственен за обеспечение доступных автобусов. Нами совместно с Министерством информации и связей проведены их обучения. Ежедневно по четвергам Министерство проводит видеоконференцию с проглашением руководителей исполнительных комитетов муниципалитетов республики, на котором заслуживаются отчеты районов, попадающих в красную зону, ставятся задачи. Перехожу к описанию текущей ситуации. По социуму на вторник, 19 января, системы ГЛОНАС-112 были недоступны для мониторинга 28 школьных автобусов, вошедших рейс, то есть около 4% от их общего количества. На слайде представлены муниципальные районы и количество их школьных автобусов, которые осуществляют перевозки, но не видны системы. Отмечу, что 19 декабря 2015 года были недоступны 62 автобуса. Таким образом, мы фиксируем снижение недоступных автобусов за последний месяц. Основная причина недоступности автобуса – это поламка трекеров. Устройство, обеспечивающие связь с системой ГЛОНАС-112. Избежать поламки трекеров или обеспечить их своевременный ремонт, возможно, в случае наличия соответствующих договоров со специализированными организациями на их обслужении. В случае поламки такие организации должны либо обеспечить оперативный ремонт, либо замену оборудования. С начала текущего года министерство обеспечило подписание таких договоров с всеми муниципальными образованиями Республики Татарстан. Задача, которая ставится перед этими организациями в случае недоступности автобуса системы ГЛОНАС-112 – необходимо произвести соответствующий ремонт, либо замену трекера в течение этого же дня. Сегодня Республика действует несколько крупных компаний, которые занимаются обслуживанием трекеров и имеют для этого необходимые ресурсы. Мы провели с ними несколько совещаний. О них на прошедших собеседовании про информацию все муниципальные ответственные лица. Руководители компании мы приглашаем на наши регулярные ВКС с муниципалитетами. На муниципальном уровне необходимо организовать работу таким образом, чтобы именно эти компании в том числе осуществляли оплату трафика сотовой связи. В этом случае они могут осуществлять полный контроль и нести полный ответ за штатную работу трекера, его своевременный ремонт и обеспечение доступности автобуса при выезде в рейс. Кроме того, нами Министерство информатизации и связи Республики внесено предложение об организации в пилотном режиме в Усокогорском и Лаишевском районах осуществление отслеживания школьных автобусов с использованием смартфонов по примеру хозяйственного управления комитета министров Республики Татарстан. В настоящее время данный вопрос находится в стадии проработки. Отмечу, что в настоящее время в республиканской системе ГЛОНАС-119 в частице 43 автобуса, которые фактически не выезжают в рейс. Эти автобусы либо находятся на списании, либо на ремонте. Так, например, в Дрожжановском, Бавлининском районах города Наберенщина есть автобусы, которые недоступны для мониторинга уже более 300 дней. При этом муниципалиты не предпринимали никаких действий, чтобы исключить их из системы. Мы с совместным министерством информации и связи на основании документов о списании автобусов или справок от автотранспортных предприятий о продолжительном ремонте начинаем исключить их из системы мониторинга. При этом такая работа могла бы осуществляться не в ручном режиме, а автоматически, если бы муниципалиты ежедневно самостоятельно заполнали систему мониторинга причиной недоступности школьных автобусов. Фактически сегодня 13 муниципальных районов этого не делают, что в том числе говорит об уровне ответственности подхода к обеспечению безопасности перевозок. Для организации более системного подхода к мониторингу автобусов в системе ГЛОНА-119 совместно с Министерством информации и связи Республики Татарстан разработан соответствующий регламент взаимодействия при мониторинге и диспетсеризации школьных автобусов. В данный момент он проходит необходимое согласование. В рамках регламента предполагается активный роль управления ГИБДД по Республике Татарстан, которое должно привлекать к ответственности водителей и ответственности работников, допустивших выезд автобуса в рейс без справной системы ГЛОНА-119 мониторинга. Самые автобусы при этом должны помещаться на штрафстоянку. Уверен, что только принципиальная позиция по привлечению к ответственности нарушителей сможет позволить обеспечить стопроцентную доступность школьных автобусов. Очевидно, что комплексную безопасность перевозок к школьным автобусам возможно организовать только в случае их передачи на техническое обслуживание специализированное автотранспортное предприятие. Министерство рекомендовало муниципальным образованием при подготовке технического задания к муниципальному контракту на техническое обслуживание школьных автобусов в обязательном порядке учесть ответственность АТП за поддержание ГЛОНАС-трекеров в исправном состоянии и обеспечение передачи конечного сигнала с трекеров школьных автобусов непосредственно на серверы ГЛОНАС-212. По состоянию на 19 января 2016 года из 45 муниципальных образований 43 подобные договоры с АТП заключены. До настоящего времени не заключены договоры с АТП в Алькиевским и Алексеевским районах. Обращаясь к руководителям этих районов, работу необходимо завершить в кратчайшие сроки. Именно со специализированным автотранспортным предприятием должны заключать договоры компании, обслуживающие трекеры ГЛОНАС. В настоящее время ряд районов представленных на стаиде заключают договоры с обслуживающими организациями напрямую, а значит АТП не несет комплексную ответственность за безопасность школьных автобусов. Отмечу простую истину, на безопасности нельзя экономить. Уважаемые руководители муниципалитетов, необходимо взять под личный ежедневный контроль вопрос обеспечения доступности автобусов системы ГЛОНАС. Согласно поручению президента Республики Татарстана Устану Нургавича Мениханова, к 1 февраля текущего года мы должны обеспечить 100% доступность всех школьных автобусов, выезжающих на рейс. Для того, чтобы добиться 100% доступности школьных автобусов, необходима системная, ответственная, совместная работа. Спасибо. Продолжение следует...